Доброго дня! Сегодня поговорим о восстановлении чувствительности. И здесь, точно так же, как и в двигательной сфере, необходимо понимать, что сделать ощущение я от тела ниже уровня поражения, ниже уровня травмы, так же, как это было до начала травмы или заболевания, задача, скорее всего, нереальная. И здесь многое зависит от степени поражения нервной системы. Традиционно неврологи возлагают большие надежды на средства, улучшающие микроциркуляцию, на средства, которые улучшают, по их мнению, трофику нервной ткани. Это витамины, это всевозможные лекарственные средства, которые улучшают нервную проводимость или кровообращение в головном, спинном мозге. Но это все опосредованные способы. И я должен сразу предупредить своих читателей, подписчиков, что доказательных исследований, которые бы подтверждали, что вышеперечисленные медикаментозные средства действительно улучшают чувствительность, таких исследований на сегодняшний день нет. И сложность заключается в том, что, да, действительно, чувствительность, она в определенной мере тренируема, но какую именно чувствительность мы будем восстанавливать? В повседневности под чувствительностью понимают ощущения от кожных покровов, любые ощущения. Неврологи, когда изучают неврологический статус, останавливаются на чувствительности тактильной. Это ощущение укола, это ощущение прикосновения ваткой. Тактильная и болевая чувствительность, соответственно. В двигательном обучении самыми важными аспектами являются варианты проприоцептивной чувствительности, внутренних ощущений человека от положения в суставах, от степени натяжения связок, сухожилий и самой мышечной ткани. И по восстановлению такого варианта, как неспецифическая чувствительность, у меня есть авторское свидетельство, и я об этом рассказывал и в группе реабилитация, и в своем блоге Boosty2Rehab. И те, кто следит за моей работой, с этими публикациями уже знакомы. И для начального уровня подписки я покажу, проведу практическое занятие, каким именно образом стимулировать неспецифическую чувствительность в пораженных конечностях, ну в частности в ногах. И там все достаточно просто, надо единственное, что это осуществлять методически правильно. И для расширенного уровня подписки мы поговорим о том, как поработать с температурной чувствительностью, в частности с вибрационной. И я обращаю внимание на то, что речь идет о восстановлении так называемых молчащих зон. То есть там, где вам кажется, что чувствительности нет, на самом деле она может присутствовать. И при определенных видах упражнений, при определенных техниках, эта чувствительность может, скажем так, просыпаться. И для вас я бы хотел акцентировать внимание на следующем. Что тупая работа на износ, тупая работа на максимальные усилия и до отказа, она чувствительность подавляет даже у тех людей, у которых нет неврологических нарушений. Поэтому работайте умно, работайте точно, работайте на координацию, применяйте метки в пространстве, как это делаем мы. Вспоминайте плейлисты с нашими подопечными, где мы активно используем звоночек, бубен, для того, чтобы у людей акцентировалось внимание на тех ощущениях, которые они получают кожными покровами, суставами, мышцами ниже уровня поражения и начинают их воспринимать. Поэтому еще раз обратите внимание на этот аспект, а более подробно я постараюсь рассказать в блоге Boosty2Rehab. Всем удачи, пока!